Армянская сказка Волшебный пертень Жила-была старуха У нее был один сын Жили они с сыном бедно Он собирал лесу хворост Продавал его на базаре И на вырученные деньги покупал Себе и матери хлеба Старуха все учила сына Что нельзя никому причинять вреда Ни людям, ни зверям, никому Однажды Возвращаясь в село Паренек увидел, как дети мучают кота Они накинули на шею кота петлю И дергали веревку Парень пожалел кота И стал просить детей отпустить Ни в чем не повинное животное Ишь ты, какой жалостливый Сказали дети Давай денег отпустим Сын старухе отдал ребятам Всю дневную выручку 20 пиастров И унес кота домой В тот вечер мать и сын легли спать голодные На другой день Когда сын старухи пошел в лес за хворостом За ним поплюнулся и кот Вечером сын продал хворост за 40 пиастров И на 20 купил хлеба Возвращаясь домой Парень увидел, как детвора мучают собаку Сын старухи отдал мальчикам 20 пиастров И увел собаку к себе На следующее утро С ним пошли в лес и кот, и собака Выручив от продажа хвороста 60 пиастров Сын на 20 купил хлеба На 20 накормил кота и собаку И с оставшимися 20 возвращался домой На этот раз, проходя по селу Он увидел, как дети истязают змею Выкупив змею за 20 пиастров Парень положил ее в глиняный кувшин На следующий день сын старухи решил отпустить змею на волю Но та не захотела уйти от него В полдень он вместе с котом, собакой и змеей Пошел к холодному роднику обедать И стал кормить также и змею И вдруг та превратилась в красивого юношу Я царевич, сказал юноша Меня похитили колдуны и превратили в змею Они наложили на меня за рог Оставаться змеей до тех пор Пока я не получу хлеба из рук человека Потому-то я и приполз в село Ты меня избавил от мучений Ты освободил от злых чар Я век буду тебе обязан Тогда сын старухи решил пойти к царю И рассказать обо всем Царевич ему посоветовал Если царь спросит, что бы ты хотел за услугу Проси перстень с его пальца Перстень этот волшебный Покрутишь камень в перстне Получишь все, что не пожелаешь Вот сын старухи пришел к царю И рассказал ему все Царь сказал Ты освободил моего сына Проси, что хочешь Хочу перстень с твоего пальца, царь Да согнется шея того, кто научил тебя этому Рассердился царь Однако я должен тебе его дать, раз обещал И, сняв перстень с пальца, отдал его сыну старухе Через некоторое время старуха посоветовала сыну жениться на дочери царя Сын согласился Старуха пошла во дворец и уселась на скамье для свах Царь вышел к ней и спросил, чего она хочет Старуха сказала, что пришла сватать царевну за своего сына Привиди его, ответил царь Вот сын пришел во дворец Царь увидел его и сказал Дочь я выдам Но сумеешь ли ты собрать мне такой выкуп за дочь, какой я захочу Все, что ты прикажешь, царь, я достану В таком случае достань золотую казну и дворец не меньше моего Еще пусть вырастут два ряда деревья от моего дворца до твоего дома А между деревьями, чтобы ковер лежал А вдоль ковра с обеих сторон всадники, чтоб сидели на конях Сын поклонился царю и побежал домой Тут он повертел камень на перстне и царское желание исполнилось Парень женился на царевне и поселился во дворце Прошло немного времени И вот о волшебном перстне проведал один старик Под видом продавца колечек старик проник во дворец Старухи уже не было в живых Не было дома и сына старухи А волшебный перстень лежал на полке И старик его тотчас узнал Он сказал царевне Ты выбрал из моих перстней три Я их уступлю тебе за одно колечко Вот за это, что лежит на полке А царевна ничего не знала про перстень Она достала его и передала старику Тот повертел камень и сказал Пусть весь этот дворец вместе с царевной И со всем его добром Перенесется на остров за семью морями И желание старика тотчас же сбылось Вечером вернулся сын старухи И увидел на месте дворца свою прежнюю жалкую хижину Загоревал царский зять И стал бродить по горам, по долам Кошка и собака сильно опечалились Узнав о беде сына старухи Они решили во что бы то ни стало Раздобыть перстень и вернуть его хозяину И вот они пустились в путь Наконец собака и кошка добрались до царства мышей Войска, охранявшие границы мышиного царства В испуге разбежались что куда Весть о появлении кота разнеслась по всей стране Мышиный царь собрал великий совет Укрепил границы и написал царю черепах письмо С просьбой прислать ему на помощь против кота Несколько тысяч воинов в броне И еще он написал письмо царю гижей Прося несколько тысяч колючих воинов Не успел он подписать свои письма Как прибежала собака и сказала Что пришла послом от кота Если хотите, сказала собака Чтобы всемогущий кот не истребил все мышиное племя Пусть мышиный царь пришлет коту Несколько жирных мышей, умеющих плавать И пусть они повезут кота и меня по морям Мышиный царь выделил семь жирных мышей Семьи хватит, сказала собака Все мыши предстали перед котом Кот велел им броситься в море Собака уселась на мышей А кот сел на собаку И все они поплыли по морям Добравшись до середины семи морей Они увидели остров А на острове дворец Кот приказал мышам забраться во дворец И достать у старика перстень Дело было ночью Во дворце все спали Мыши прогрызли в стене дырочку И добрались до покоя, где спал старик Но на пальце старика перстня не оказалось Перстень у него во рту догадались мыши Одна из них запустила хвост в табакерку А потом сунула кончик хвоста в надру старика Тот чихнул, перстень вылетел изо рта Мыши подхватили его и доставили коту За эту услугу кот возвел мышей в хамский сан Кот и собака вернули к своему хозяину И положили перед ним перстень Тот обрадовался, повертел камень И вернул дворец и царевну на старое место С тех пор сын старухи Никогда не расставался с котом и собакой Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова